здравствуйте уважаемые дамы и господа я рада вас видеть сегодня здесь и сегодня мы с вами проделаем небольшой путь от протона к изображению а вести вас буду я наталья кисля врач-интерн по специальности радиология дам сначала коротенькое определение что такое магнитно-резонансная томография это способ послойного исследования внутренних органов и ткани организма основаны наявления ядерного магнитного резонанса и измерений электромагнитного отклика атомных ядер страшные слова выделены здесь не случайно почему потому что следующие несколько слайдов на все подробно объяснят и не так страшно все будет следующим для того чтобы немножко сбросить напряжение первого слайда пройдемся по короткой истории заглянем галерею славы людей которые внесли свою лепту в развитие этой прекрасно этого прекрасного метода начнем с николы тесла который наверно не знал что одно из его открытий придет к магнитно-резонансному томографу который будет помогать нам сегодня открыл он вращающиеся магнитное поле на основе его исследователей исследование группа таких исследователей как феликс блок и эдвард барсу рихард эрнст и в 2003 году питер мэнсвилл и пол лотербург получили нобелевские премии это три нобелевские премии за развитие методики магнитного резонанса наверное это наталкивает на мысль что методика очень даже ничего очень крутая и много пользы нашей жизни приносит следующий слайд а чтобы не было так страшно покажу вам маленький рецепт магнитного ядерного магнитного резонанса очень прост стоит из трех основных компонентов первое это собственно ядро ядро это протон водорода самый самый простой химический элемент там где в него вращается один маленький электрончик который мы можем пренебречь потому что его магнитные свойства для нас не важны дальше это магнит здоровый магнит который создает постоянное магнитное поле он встроен собственно в этот бублик магнитного резонансного томографа и третье это радиочастотный импульс который ответственный за слово резонанс об этом мы говорим чуть попозже следующий слайд поговорим поподробнее о протоне водорода он маленький он один и помимо того что он очень прост он содержится фактически во всех тканях нашего организма он содержится в воде его даже два раза больше чем кислорода он содержится в жирных кислотах в глюкозе абсолютно везде им богат нас наш организм помимо этого он ведет себя как диполь один как наша планета земля один его поле заражен положительно один отрицательность что что создает магнитный момент который мы видим здесь стрелочка по направленной вверх а сам протон он крутится вокруг себя это все является собой спин следующим так выглядят протоны водорода в нашем организме их спины хаотично двигаются они направлены какое-то конкретное направление они их суммарный суммарный магнитный момент равен нулю поэтому в принципе наш организм он не обладает каким-то магнитными свойствами никого к себе не притягивает следующий слайд а когда человека погружать постоянное магнитное поле протона водорода ориентируется вдоль силовых линий этого магнитного поля то есть он может быть ориентирован либо параллельно их и смотреть на условный север либо антипараллельно на условный юг следующим помимо этого помимо то что он ориентироваться параллельно либо антипараллельно он приобретает свойства прицессии то есть дополнительный вращательный момент наподобие волчка юлы и он прицессирует а его скорость прицессии вот это верчение она зависит от напряженности вот этого магнита который его окружает и чем выше вот мощность магнитного поля измеряется в тесла до 3 тесла тем чем сильнее быстрее он начинает прицессировать и это частота прицессии для нас будущем очень важна стоит почитать частота прицессии которая зависит от напряженности магнитного поля следующий слайд тут я хочу наглядно вам показать чем отличается состояние протонов на вашей ткани в обычном состоянии да вот я стою перед вами вот у меня как хаотично вертятся эти протончики не что на них не влияет а вот если меня повесить постоянное магнитное поле магнитного резонансного томографа они приобретают вот такой вид они начинают прицессировать и ориентируются пара это параллельно либо антипараллельно силовым полем магнитного основного магнита причем те кто ориентирован параллельно их намного больше просто это более на менее энергозатратное энергетическое состояние им так удобнее следующий слайд что происходит дальше на эти суть в том что у них появляется магнитный момент суммарный момент но мы к сожалению не можем его понять зарегистрировать какой же он магнитный момент этих протончиков потому что их суммарный магнитный момент он совпадает с линиями магнитного поля это как тоненькая струйка воды в огромной реке которой мы не можем понять какая же это струйка сколько что миллилитров той воды для того чтобы нам понять сколько же там водички нам нужно эту струйку из речки отклонить для этого возникает радиочастотный импульс следующем это протоны в силовых линиях магнитного поля проходит радиочастотный импульс который разворачивает их фактически на 190 градусов сообщая им дополнительную энергию стоит заметить что возникает резонанс он возникает тогда когда частота прицессии этих самых протончиков совпадает с частотой радиочастотного импульса это очень важно то есть совпадение частот является это и есть явление ядерного магнитного резонанса именно при таких условиях радиочастотный импульс способен сообщить свою энергию этим самым протончиком переведя их более высокое энергетическое положение развернув их из основного русла магнитного поля и таким образом мы с вами можем регистрировать вот этот эту напряженность магнитную которая есть в протончиках нашего тела далее следующий слайд тут я вам показываю основные срезы человеческого организма это горизонтальная срез срез это сагитальный и окся и коронарный срез в этих трех проекциях расположены ради градиентные катушки которые создают неоднородность магнитного поля это неоднородность нам поможет узнать откуда исходит магнитный резонансный сигнал следующим еще раз мы видим как действует катушка которая расположена по оси z до продольной плоскости она создает градиент магнитного поля то есть начально она все линии были к примеру параллельными потом они становятся неоднородными дальше помимо этого точно также действуют катушки градиентные которые расположены по оси x и y таким образом градиент создается в этом и в этом направлении и конкретно заданной точке вот которые нас интересуют есть своя собственная уникальная напряженность магнитного поля своя собственная скорость прицессии которая зависит от этого магнитного поля и когда мы действуем радиочастотным импульсом с одинаковой частотой мы получаем свой уникальный отклик электромагнитный отклик который мы можем закодировать в пространстве следующий слайд тут я хочу резонировать то что я вам сейчас только что рассказала это этапы получения изображения тут здесь бублик магнитно-резонансного томографа так скажем в разрезе чего он состоит и звездочки не совпадают цветом с деталями этого бублика подготовка это когда мы погружаем или протоны в электромагнитное поле в магнитное поле постоянно сильное магнитное поле за этого за это ответственный главный магнит у нас беленький дальше у нас идет пространственное кодирование только что мы об этом говорили это оранжевые желтые и синие градиентные катушки которые располагаются в трех заин на перпендикулярных направлениях и кодируют собственно помогают нам определить положение в пространстве и третье это это радиочастотная катушка которая собственно и посылает этот радиочастотный импульс который сообщает энергию и и наоборот воспринимает отклик от протонов водорода вот так собственно и выглядят этапы получения изображения достаточно просто следующий слайд так все-таки магнитно-резонансная томография ядерно-магнитная резонансная в чем разница собственно никакой это просто его истинное название и мы сегодня надеюсь понимаем почему это ядерное потому что все завязано на отклике ядер водорода это не те самые ядра которые распадаются при радиоактивные ядра до изотопы которые распадаются испуская ионизирующее излучение это добрые хорошего ядра протончика который спокойно испускает магнитно-резонансный отклик и мы его получаем никакой никакой никакого вреда для нашего организма ионизирующего излучения в принципе нету как и материального субстата повреждения наших тканей следующий слайд а тут я привела небольшое сравнение между компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии следует напомнить что компьютерная томография она является рентгенологическим методом и в своем своей сути используют рентгеновские лучи это ионизирующее излучение отмечу что это не слишком большие это вообще маленькие дозы которые ничего с вами жуткого не сделают не сделают инвалидными коллегами так или иначе это ионизирующее излучение то время как при магнитно-резонансной томографии вообще нет никакой радиации также следует сравнить время исследования при компьютерной томографии он пять минут если контрастно ну допустим 15-20 минут в то время как магнитно-резонансное исследование достигает часа и более точно длительный момент когда нужно сначала послать импульс потом принять от каждой точке нашего тела достаточно длительный момент поговорим о комфорте из того что компьютерный томограф это все быстро не напряжено для человека это и комфортно для него в то время как при магнитно-резонансной томографии человек вынужден долго ждать а также является важный момент клаустрофобия человек может бояться находиться в этом закрытом пространстве действительно это является очень часто причина почему человек не может быть исследованием на магнитно-резонансной томографии ну самый последний момент это стоимость принципе оба метода достаточно дорогостоящей да допустим на как на карман к примеру студента но мрт еще более дорогостоящий метод и поэтому нужно назвать примерные показания если вам это не нужно для зачем как говорится платить больше следующий слайд вот я вам привела различия до в получении изображений магнитного резонанса и либо компьютерной томографии вы скажете что лучше да не что лучше все зависит от того что вы хотите исследовать тут мы видим что на компьютерной томографии лучше видны костные структуры они более контрастны так как они лучше поглощают рентгеновское излучение в то самое время как магнитно-резонанс томография лучше нам показывают мягкие ткани почему потому что они больше насыщены водичкой водичка содержит как раз таки протоны водорода которые дают этот отклик именно на физических основах зная физические основы мы понимаем почему так мрт лучше показывать мягкие ткани следующем когда нельзя выполнять магнитно-резонансную томографию какие есть противопоказания первое самое основное противопоказание которое перекликается с предыдущей лекции это наличие стимуляторов вашем организме это может быть стимулятор активности мозга это может быть кардиостимулятор почему потому что он улучшает их работу и допустим если там кардиостимуляторы то это can't wait a может быть фатально для человеческого организма трогая это наличие каких его вервей коммагнитных имплантов в нашем организме который и под влиянием о интенсивного магнитного поля могут а нагреваться это ужасный термический ожог б и они могут совмещаться я причем members если этот имплант находится в кости, это такое, ну, сместился, не сместился. А так, а бывает, в человеке есть осколочные ранения, есть клипсы, которые оставили нейрохирурги в голове, да, клипируя какие-то артерии или вены. И в тот момент, когда, или, к примеру, стенд в сосудах сердца, и если вот эта маленькая клипсочка или стентик сдвигается, то посредства могут быть, к сожалению, фатальны, вплоть до страшного кровотечения, да, и, к сожалению, смерти на столе. Поэтому нужно знать, нужно знать, какие у вас, скажем так, импланты находятся в теле, и понимать показания и противопоказания. Сразу же отмечу, если у вас в зубах стоит штифт, ничего страшного, потому что штифт зачастую на основе титановых сплавов, а они не феромагнитные. Также все отметят, что не стоит тащить с собой в кабинет магнитно-резонансовой томографии часы, мелкие железные предметы, также магнитные карты и телефоны, потому что они просто размагничиваются, они теряют свою функцию и ломаются, потеряете нужные важные вещи. Следующий момент. Почему это нельзя делать? Потому что не было так. Если вы принесете что-то, что очень сильно магнитится, томограф может ам-ням-ням, да, и хорошо, что, ну да, неважны для вас вещи, или, ну, жалко, конечно, терять хорошие вещи во рту томографа. Следующий момент. Это дополнительные противопоказания относительные. Это первый триместр беременности. Женщинам в таком состоянии тоже не рекомендуется делать магнитно-резонансовую томографию. Почему? Не потому что есть известный случай, что плод погиб, женщине стало плохо. Потому что женщинам в первом триместре беременности никто не проводил нормальные исследования. А что же будет? Ну, потому что это как минимум негуманно. А давай-ка посмотрим, что случится с твоим ребенком. Вряд ли кто-то согласится, и просто исследования не проводились, и не хочется. Второй момент – это та самая клаустрофобия, которую мы уже раньше упоминали. Некомфортно находиться в этом бублике. И третий момент – это ожирение. Почему? Потому что ты просто можешь не залезть в бублик. Есть томографы, на которых радиочастотные катушки одеваются на тебя, и они могут тебе быть просто не по размеру. Короче, не поместился. К сожалению, это иногда является противопоказанием. Но томографы совершенствуются, и узнаю, что человечество двигается по направлению к увеличению объемов. И, в принципе, в будущем я вас хочу обнадежить. Можете толстеть, и, возможно, будут томографы и на ваш размер. Да. По поводу клаустрофобии, вот хочу вам показать, что… Да-да-да. То, что вот есть решение этой проблемы – это аппараты открытого типа. Там, где люди себя могут чувствовать более комфортно, их не со всех сторон окружил жуткий страшный железный кожух, который еще и поскрипывает, постукивает. Им так комфортнее. Но я узнавала у коллег, некоторым даже так не очень комфортно. Но, в принципе, это решение для тех, кто побаивается закрытых пространств. Да, следующий слайд. Это возможности метода, прекрасного метода, о котором мы столько говорили, с которым столько человеческих гений вложило в свой разум. Это то, что он может сделать. Это, собственно, показания анатомических особенностей нашего организма в разных режимах, которые зависят от того, какой отклик, как и как быстро, и какой отклик давали эти самые протоны. Во-вторых, это перфузионная томография, которая показывает, как располагается кровоток в том или ином участке нашего тела. К примеру, при ишемических инсультах, когда есть недостаток кровоснабжения какой-то части мозга, это очень наглядно. И буквально в первые минуты, часы мы можем очень быстро узнать, что же в нашей голове творится. Какие еще есть варианты? Это функциональная магнитно-резонансная томография. Здесь мы в зависимости от того, как быстро распадается гемоглобин в определенных участках, можем понять, какой из участков работает в нашем мозгу. Почему? Потому что он активный. Допустим, лежит человек, мы заставим его подвигать ручкой, пальчиком, и вот центр в нашем мозгу, который ответственный за движение этого пальчика или ручки, он начнет работать. Тем же самым он будет потреблять кислород, кемоглобин будет его отдавать, и эти молекулярные маленькие сдвиги могут зарегистрировать в магнитно-резонансный томограф и понять, и показать нам, где в нашем мозгу располагаются те или иные центры, и правильно ли они работают. Также есть магнитно-резонансная спектроскопия, которая показывает, это нижний слайд, которая показывает, из каких, грубо говоря, молекул состоит какой химический состав той или иной ткани. Это очень важно для дифференциальной диагностики, к примеру, того, из чего состоит то или иное образование. То ли это киста, то ли это абсцесс, то ли опухоль. Нам поможет спектроскопия. Также это магнитно-резонансная трактограмма. Это метод, который помогает нам визуализировать проводящие пути нашей нервной системы. Очень красиво и полезно. И второе, это магнитно-резонансная ангиограмма. Что от нее стоит отметить? Это тот факт, что она не требует в томографе магнитно-резонансного специального введения контрастных веществ, потому что кровь из-за того, что она двигается по нашим сосудам, она по большому счету не дает отклика радиочастотным катушкам. И там есть дефект, грубо говоря, сигнала, который потом мы можем реконструировать на компьютере и увидеть бесконтрастную ангиографию. В то время, допустим, как при КТ, нам обязательно нужно ввести контрастное вещество, зачастую йодосодержащее. Он может вызывать определенные аллергические реакции. Здесь мы просто бесконтрастно можем провести ангиографию и посмотреть за сосудистым руслами на любой части тела, например, головного мозга. В принципе, это все. Спасибо за внимание. Обращаю наше внимание, что любителям котиков угрожает котизм головного мозга. Спасибо. Спасибо. А теперь я слышу ваши вопросы, если они у вас появились. Да. Скажите, был такой случай. Когда-то в 2015 году один человек сделал у нас в частной клинике МРТ, а потом так случилось, что выехал лечиться за границей. И там специалисты мне сказали, что снимки, которые он сделал, они являются диагностически показательными, потому что они очень некачественные. Я могу прокомментировать так, что качество снимков может зависеть от напряженности магнитного поля, которое создает главный магнит. Старые аппараты напряженностью в один Тесла. Они низкой напряженностью, следовательно, разрешающая способность у них не такая большая. На сегодняшний день в продвинутых странах мира существует 3-4 до 5 Тесла. Доходят эти аппараты, и, соответственно, их разрешающая способность, она выше. И люди, наверное, которые привыкли работать на таких мощных аппаратах, впереди планеты Сей, когда они видят, ну, их непривыкший взгляд видит то, что делается на наших аппаратах, к сожалению, они могут сказать, да, это некачественно. Потому что, допустим, в больнице, где я работаю, есть магнитный резонанс томограф только открытого типа, а в нем тоже он из-за его конструкции, опять же, мощность, она ниже. К сожалению, он не может быть, он не может быть настолько детальную, не может показать настолько детальную картинку, как аппарат закрытого типа. Поэтому, ну, что имеем, то имеем. А люди просто не привыкли. Ну, это же не говорится о том, что нельзя делать заключение. Можно сделать заключение, понимаете? Ну, на них видно. Это им не видно, понимаете? Нет, просто они, понимаете, не привыкли видеть более детальные изображения, поэтому почему они должны смотреть на более размытые. Просто наши специалисты, они привыкли к такому, в принципе, они достаточно неплохо диагностируют. Вот так. Еще? Вопросов нет? Скажите, пожалуйста, вот что КТ, что МРТ, они достаточно высокой стоимости диагностика. Это обусловлено только желанием монополистов скорее купить его стоимость, либо они действительно затратные в плане проведения диагностики? Ну, конечно, да. Не только коммерческие цели они претендуют. Ну, во-первых, это то, какое электричество нужно для того, чтобы обеспечить работу этого аппарата. Это очень мощные энергозатратные аппараты. Также они должны содержаться в определенных климатических условиях. Далее это расходный материал, да, это контрастные вещества, это пленки. Это действительно оно дорогосрочно не потому, что хочется, а потому, что, к сожалению, нужно обеспечивать работу таких титанов. Да, еще вопросики? Да, спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...